дорогие друзья мы продолжаем библейский марафон и сегодня юбилейный 40 выпуск и это здорово мы с вами продолжаем читать русскую каноническую библию все на дальнем переводе для вас студии александр и ирина и мы в книге пророка исаи и сегодня продолжим шестьдесят четвертой главы если бы ты расторг небеса и сошел горы оставили бы от лица твоего как от плавящего огня как от кипятящегося воду чтобы имя твое сделать известным врагам твоим от лица твоего сара содрогнулись бы народы когда ты совершал страшные дела нами неожиданные и не сходил горы таяли от лица твоего ибо от века не слыхали не внимали ухом и никакой глаз не видел другого бога кроме тебя который столько сделал бы для надеющихся на него ты милостиво встречал радующегося и делающего правду поминающего тебя на путях твоих но вот и прогневался потому что мы издавна грешили и как же мы будем спасены все мы сделались как нечистый и вся праведность наша как запачканная одежда и все мы поблекли как лист и беззакония наши как ветер уносят нас и нет призывающего имя твое который положил бы крепко держаться за тебя поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших но ныне господи ты отец наш мы глина а ты образователь наш и все мы дело руки твоей не гневайся господи безмеры и не вечно помню беззакония возри же мы все народ твой города святыни твои сделали пустыню пустыню стал сион иерусалим опустошён дом освящения нашего и славы нашей где отцы наши прославляли тебя сожжен огнем и все драгоценности наши разграблены после этого будешь ли еще удерживаться господи будешь ли молчать и карать нас безмеры глава 65 я открылся не вопрошавшим обо мне меня нашли не искавшие меня вот я вот я говорил я народу не именовавшимся именем моим всякий день простирал я руки мои к народу непокорному ходившему путем недобрым по своим помышлением к народу который постоянно оскорбляет меня в лицо приносит жертвы в рощах и сожигает фимиан на черепках сидит в гробах и начать в пещерах есть свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него который говорит вас остановись не подходи ко мне потому что я свят для тебя они дым для обоняния моего огонь горящий всякий день вот что написано пред лицом моим не умолчу но воздам воздам в недра их беззакония ваши говорит господь и вместо беззакония отцов ваших которые воскуряли фимиан на горах и на холмах поносили меня я и отмерю в недра их прежнее деяние их так говорит господь когда виноградной кисти находится соп тогда говорят не повреди ее ибо в ней благословение тоже сделаю я и ради рабов моих чтобы не всех погубить и произведу от иакова семя и от иуды наследника гор моих и наследуют это избранные мои и рабы мои будут жить там и будет сарон подбищем для овец и долина хор местом отдыха для волов народа моего который взыскал меня а вас которые оставили господа забыли святую гору мою приготовляйте трапезу для гада и растворяйте полную чашу для меня вас обрекаю я мечу и все вы преклонитесь на заклание потому что я звал и вы не отвечали говорил и вы не слушали но делали зло и в очах моих и избирали то что было неугодно мне посему так говорит господь бог вот рабы мои будут есть а вы будете голодать рабы мои будут пить а вы будете томиться жажды рабы мои будут веселиться а вы будете в стыде рабы мои будут петь от сердечной радости а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушение духа и оставите имя ваше избранным моим для проклятия и убьет тебя господь бог рабов своих назовет иным именем которым кто будет благословлять себя на земле будет благословляться богом истины и кто будет клясться на земле будет клясться богом истины потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих ибо вот и я творю новое небо и новую землю и прежние уже не будут вспоминаемой и не придут на сердце а вы будете веселиться и радоваться во веки о том что я творю ибо вот и я творю иерусалим весельем и народ его радостью и буду радоваться об иерусалиме и веселиться народе моем и не услышится в нем более голос плача и голос вопля там не будет более малолетнего и старца который не достигал бы полноты дней своих ибо столетний будет умирать юношей но столетний грешник будет проклинаем и будут строить домы и жизнь них и насаждать виноградники и есть плоды их не будут строить чтобы другой жил не будут насаждать чтобы другой ел ибо дни народа моего будут как не дерево и избраны мои долго будут пользоваться изделием рук своих не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе ибо будут семенем благословенным от господа и потомки их с ними и будет прежде нежели они воззовут я отвечу они еще будут говорить и я уже услышу волк и огненок будут пастись вместе и лев как волк будет есть солому а для змея прав будет пищей они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей говорит господь глава 66 так говорит господь небо престол мой а земля подножие ног моих где же построите вы дом для меня и где место покоя моего ибо все это соделала рука моя и все сие было говорит господь а вот на кого я презрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим беззаконник же заколающий вола тоже что убивающий человека приносящий агнца в жертву тоже что задушающий пса приносящий семидал тоже что приносящий свиную кровь воскурящий фимиам тоже что молящийся идолу и как они избрали собственные свои пути и душа их находит удовольствие в мерзостях их так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них потому что я звал и не было отвечающего говорил и они не слушали отделали злое в очах моих и избирали то что не угодно мне выслушайте слово господа трепещущие пред словом его ваши братья ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя мое говорят пусть явит себя в славе господь и мы посмотрим на веселье ваше то они будут посты жены вот шум из города голос из храма голос господа воздающего возмездие врагам своим еще не мучилась родами родила прежде нежели наступили боли ее разрешила с сыном так слыхал кто слыхал таковое кто видел подобное этом возникала ли страна в один день рождался ли народ в один раз как сион едва начал родами мучиться родил сынов своих доведу ли я до родов и не дам родить говорит господь или давая силу родить заключу ли утробу он говорит бог твой возвеселитесь с иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его упиваться и наслаждаться при избытком славы его ибо так говорит господь вот я направлю к нему мир как реку и богатство народов как разливающийся поток для наслаждения вашего на руках будут носить вас и на коленях ласкать как утешение кого-либо мать его так утешу я вас и вы будете утешены в иерусалиме и увидите это и возрадуется сердце ваше и кости ваши расцветут как молодая зелень и откроется рука господа рабам его они врагов своих он раз она врагов своих он разгневается ибо вот придет господь в огне и колесница его как вихрь чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем ибо господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякую плотью и много будет пораженных господом те которые освещают и очищают себя в рощах один за другим едят свиное мясо и мерзость мы и мышей все погибнут говорит господь ибо я знаю деяния их и мысли их и вот приду собрать те народы и языки и они придут и увидят славу мою и положу на них знамение и пошлю из спасенных от них к народам фарсиск пулу и луду к натягивающим лук к тубалу и явану на дальние острова которые не слышали обо мне и не видели славы моей и они возвестят народом славу мою и представить всех братьев ваших от всех народов дар господу на конях и колесницах и на носилках и на мулах и на быстрых верблюдах на святую гору мою в иерусалим говорит господь подобно тому как сыны израилевы приносят дар в дом господа в чистом сосуде из них будут брать также и священники и левиты говорит господь ибо как новое небо и новая земля которых я сотворю всегда будут пред лицом моим говорит господь так будет и семя ваше и имя ваше тогда из месяца в месяц из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо моё на поклонение говорит господь и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Книга пророка Иеремии, глава 1. Слова Иеремии, сына Хелкина и священников Ванафофи в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его. И также во дни Иакима, сына Иосии, и на царя Иудейского до конца 11-го года сидя, и сына Иосии, на царя Иудейского до переселения Иерусалима в пятом месяце. И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь. И просер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне, Господь. Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и наслаждать. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия, я сказал, вижу жезну миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз, что видишь ты, я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они и поставят каждый престол свой при входе в врата Иерусалима и вокруг всех стен его и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих. А ты припоешь чересла твои, встань и скажи им, а все, что я повелю тебе, не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стену на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Глава вторая. Ибо слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так, говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыне, в землю незасеянную. Израиль был святынью Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его, все поедавшие его были осуждены. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева. Так, говорит Господь, какую неправду нашли вы мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осветились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, ввел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. Я ввел вас землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и сквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские, и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте, прилежно и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб или он домочадис? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали свой голос и сделали землю его пустынью. Города его сожжены без жителей. И сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твою. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Осирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебе нечестие твое и отступничество твое обличить тебя. И так познай и размыслий, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ермо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам. А между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась и у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку. Нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим, привыкшую к пустыне дикую ослицу, страсти души своей глотающую воздух. Кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяце они найдут ее. Не давай ногам твоим испытывать обувь, и гортани твоей томиться жаждаю. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князя их и священники их и пророки их, говоря дереву, ты мой отец, и камню ты родил меня. Ибо они обратили ко мне спину, а не лицо. А во время бедствия своего будут говорить, встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешили против меня, говорит Господь. Вот чем поражал я детей ваших. Они не приняли вразумление пророков ваших. Поедал меч ваш, как истребляющий лев. Урод, внемлите вы слову Господню. Был ли я пустынью для Израиля? Был ли я странною мрака? Зачем же народ мы говорит? Мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе. Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, не числа дня. Как искутно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полях одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе. И несмотря на все это говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посоромлена и Египтом, как была посоромлена Ассирия. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твоей и не будешь иметь с ними успеха. Глава 3. Говорят, если муж отпустит жену свою и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как равитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне вызывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в одни оси и царя, видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гуру и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израиля, оказалась правее, нежели вероломная иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи. Возвратись отступница, дочь Израиля, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом. А глаза моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион. И дам вам пастырем по сердцу моему, которые будут пропасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле. В те дни, говорит Господь, не будут более говорить ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе в вожделенную землю прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине, напрасно надеясь мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе, Боге нашим, спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец наших, официх и волофих, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим. Мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Голова 4. Голова 5. Голова 5. Голова 5. Голова 6. 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 Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, утроба моя, скорблю во глубине сердца моего. Волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добро делают не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь. Вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о всем земля, и небеса помрачатся вверху. Потому что я сказал. Я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себе золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Призели тебе любовники, они ищут души твои. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах. Стон, как бы рождающий в первый раз. Голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами. Глава пятая. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду и ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они, жив Господь, но клянуться ложно. О Господи, очи твои не поистине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять в разумление лица. В разумление лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе. Это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего, но и они все сокрушили Ерму, расторгли узы. Зато паразит и хлев из леса, волк пустынно опустошит их, барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничества их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщала их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленная коника, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господни нет в них, над ними самими пусть будет это. Посему так говорит Господь, Бог Саваоф. За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь. Народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. «Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца, и если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудеи, говоря, выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза они видят, у которого есть уши они слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границу морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердца буйное и мятежное они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь раннее и позднее в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожаткой птиц ловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели, сделали стучные, жирные, переступили даже всякую меру возле. Не разбирают судебных дел для сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается во всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Глава шестая. Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и вфикой отрубите трубою, и дайте знать огнем в Бифкариме. Ибо от севера появляется беда и великая гибель, разорюя дочь Сиона, красивую и изнешенную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Приготовьте против нее войну, вставайте и пойдем полдень. Горе нам, день уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит господ Саваоф, рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Перед лицом моим всегда обиды и раны. Разумитесь, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя. Чтобы я не сделал тебя пустынью, землею необитаемую. Так говорит господ Саваоф. До конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукой твоей, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали. Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятное им. Поэтому я, преисполнен ярости Господнею, не могу удержать ее в себе. И залью ее на детей, на улицы и на собрания юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И домы их перейдут другим, равнополя и жены. Потому что я проструку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти. И от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно говоря. Мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они делать мерзости? Нет, нисколько они стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими. И во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших. И рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый, и идите по нему. И найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражию над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот и приведу на народ сей пагубу. Плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь. Вот я полагаю пред народом сим преткновения. И преткнутся они, хацы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь. Вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держит в руках лука копье. Они жестоки и немилосердны. Голос их шумеет, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы садиться с тобой, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у них опустились. Скорбь объяла нас. Муки, как женщину в родах. Не выходите в поле, и не ходите по дороге. Ибо меч неприятелей ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояжь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайте, как бы о смерти единственного сына. Горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башню поставила тебе среди народа моего с толпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обогрел свинец и стел от огня. Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Глава 7. Слово, которое было к Еремии от Господа. Встань во вратах дома Господней и поразгласи там слово сей и скажи. Слушайте слово Господне все иудеи, находящиеся, входящиеся ими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова «здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен». Но если со всеми справите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинные крови на месте семь, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте семь на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи, и койдете в алу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете. А потом приходите и становитесь при лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли я вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? «Вот я видел это, — говорит Господь, — пойдите же на место мое в село, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, — говорит Господь, — я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом Сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с селомом. Не отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семьи Ефремова. Ты же не проси на за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошений, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, — говорит Господь, — не себя ли самих к стыду своему? Посему так, — говорит Господь Бог, — вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие на людей и на скот и на дерева полевые и на плоды земли, и возгорится и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф Бог Израиль, — всесожжение ваше прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, ибо отцам вашим и я не говорил и не давал им заповеди в тот день, который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал я им. Слушайте глаза моего, и я буду вашим богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской до сего дня, я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им, вот народ, который не слушает глаза Господа Бога своего и не принимает наставлений, не стала у них истины, она отнята от уст их. Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил рот на навлекший гнев его. «Эбо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, — говорит Господь, — поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тафета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут более называть место сие Тафетом и долину сыновей Еномовых, но долину убийства и в Тафете будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа с его пищей, птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля это будет пустынью. Глава 8. В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят. Они будут навозом на земле, и будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах. Куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточки, и журавль наблюдает время, когда им прилетать, а народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудрые и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников, и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы и смутились, и запутались в сеть. Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они, от малого до большого, предались крестолюбию. От пророков до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь. Не останется ни одной виноградины на лозе. Не смог вы на смоковнице. И лист опадет. И что я дал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь. Пойдем в укрепленные города и там погибнем. Ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили перед Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления и вот ужасы. Отдано слышен храп коней. От громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут и устребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот, слышу в опуле тещере народа моего из дальней страны. Разменит Господа на Сионе. Разменит царя его на нем. Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными и ничтожными? Прошла жатва. Кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении тещере народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен. Ужас объял меня. Разве нет бальзамов в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тещере народа моего? Глава девятая. О, кто даст голове мою воду и глазам моим источник слез? Як плакал бы день и ночь о пораженных щере народа моего? О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них. Ибо все они прелебодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь, каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат становится преткновением другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга, и правдой не говорят. Приучили язык свой, говорит, ложь, лукавствую до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с очерью народа моего? Языков, убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят, с ближними своими дружелюдно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах по нему плач, и вопль, и о степных пастбищах, рыдание, потому что они выжжены так, что никто там не проходит. И не слышно влияние стад, от птиц небесных до скота все рассеялись и ушли. И сделаю Иерусалим грубдой камней, жилищем шакалов, и города иудей сделаю пустыней, без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому, говорят уста Господней, объясни бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не подхроходит по ней? И сказал Господь за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали глаза моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след валов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ, волынью, и напою их водой с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтоб они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтоб они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтоб из глаз в наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слово уст его, и учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням. Ибо смерть восходит в наши окна, вторгается в чертогах наших, чтобы истребить людей с улицы, юношей с площадей. А скажи так, говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позадержница, и некому будет собрать их. Так, говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, и да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатой богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, и Египет, и Иудею, и Едома, и сыновей Омоновых, и Маава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Глава 10. 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 Глава 11. Глава 11. Глава 11. Глава 11. Глава 11. Глава 11. Но они нисколько не помогут им во время бедствия. И сколько у тебя городов, сколько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько ты наставил жертвенников, постыдному жертвенников для каждения валу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне и в беззаконии своем, что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священные масла не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую, чистую маслину, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее и сокрушились ветви ее. Господь Савау, в который он садил тебя, изрек для тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением валу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклане, не знал, что они составляют замыслы попротив меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господь Савау, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне и мщение Твое над ними, ибо Тебе в не верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Ханафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуя во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их, а юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет на них, ибо я наведу бедствие на мужей Ханафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с Тобою, и однако же буду говорить с Тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, а все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет тетовать земля, и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они верномо поступают с тобою, и они кричат след тебя громким голосом. Не верим, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей, отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу. Возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайте все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустую степью. Сделали его пустыню, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч у Господа пожирает все от одного края земли и до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сели пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдите же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин, исторгну из среды их. Снова, но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться валом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искреню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава 13. 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 Глава 14. вспоминай считай все их до единой сердце повторяй как часто мы это делаем как часто мы видим руку божию перед собою друзья пусть это всегда будет перед нами пускай во всем мы будем благодарны господу и никогда не забудем что он делает для нас и как он нас ведет чтобы рука милости господней никогда не отошла от нашего дома как она отходила от израиля что же происходило дальше с израилем и в его отношениях с господом мы с вами узнаем завтра в 10 часов вечера по восточно-американского времени ну а на сегодня мы говорим вам пока с богом